В Иркутске Активная регистрация браков продолжается. В обращениях никому не отказывают. В связи с этим к работе привлечено максимальное количество сотрудников ЗАГСа для эффективного оказания государственных услуг. Также предоставляют повестки и предоставляют, что у них совместно несовершеннолетние дети, либо беременность, что также является основанием для сокращения срока регистрации брака в день подачи заявления. В Иркутске Оптимальные механизмы модернизации отопительной системы города, при которых важно учитывать особенности центральной экологической зоны Байкальской природной территории, еще перед областью стоит важная задача. По поручению президента усилить устройство тягового энергоснабжения по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Это необходимо для обеспечения возможности поэтапного увеличения экспортных отгрузок различных товаров, в том числе угольной продукции. Нам нужно понимать и мне, как руководителю субъекта, и инвесторам, и жителям, как энергетически будет развиваться область, где будет система газификации, газоснабжения, где будет электроснабжение, где топливный ресурс, биотопливо, где уголь. В северных районах Иркутской области уже неоднократно выпадал снег и на дорогах появлялась гололёдица. Так сегодня в Братском районе с самого утра ухудшились погодные условия обильными снежными осадками. Экипажи ДПС оперативно прибыли на участки дорог в проблемных местах, где осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность. В Ангарской библиотеке имени Леонида Владимировича Беспрозванного прошла встреча с писателями из Москвы. Мероприятие – часть дней русской духовности и культуры сияния России. Напомним, этот фестиваль в своё время учредил известный автор и публицист Сибири Валентин Распутин. На данный момент традиционный праздник значительно расширил свои горизонты, однако неизменной остаётся его миссия. Событие привлекло представителей литературных объединений Ангарска, поэтов и прозаиков. У многих была возможность выступить перед столичной аудиторией. Гости, в свою очередь, поблагодарили за радушный приём и высоко оценили творчество ангарских авторов. На этот раз, на самом деле, у нас свет литературы, но и при этом мы не забываем о том, что нужно и своим показам, потому что среди наших писателей достаточно много интересных авторов. Выставка «Осенних даров» состоялась в районном совете ветеранов. Участие в ней приняли первичные ветеранские организации из разных уголков Нижнеудинского района. Они представили на суд зрителей и жюри результаты своих дачных трудов – цветы, ягоды, орехи и грибы, домашние огурцы и помидоры, картошка и тыква, морковь и капуста, которые оформили в красивые композиции. Встретить на выставке можно было и необычные экземпляры. Каждый постарался удивить конкурсную комиссию и порадовать гостей выставки своими поделками и угостить всех блюдами из даров осени и всевозможными заготовками – соленьями, вареньями, компотами, зимними салатами. По признанию комиссии, все первичные ветеранские организации заслужили самых высоких оценок. На награждении призеров в различных номинациях отметили грамотами и подарками. Сегодня говорить о том, какие столы богатые, это, наверное, мало сказать. Я хочу сказать, что земля русская – богатая страна. Она богата не только на урожайность, она богата людьми. Субтитры создавал DimaTorzok